Вы ищете услуги по аренде спецтехники или грузоперевозке, и у вас сразу возникает вопрос, где можно без проблем найти контакты владельцев нужной техники? Сервис Перевозка-24 представляет собой сборник объявлений от владельцев спецтехники и грузового транспорта. А если вы владелец техники и хотите найти новых клиентов, то для начала необходимо пройти простую регистрацию на сайте и добавить объявления, указав при этом ближайшие города, в которых оказываются услуги. Нужно просто заполнить форму, выбрать сроки публикации и сделать оплату удобным способом, например, банковской картой. После оплаты объявление сразу появится в списке на первом месте, а также откроются контактные данные заказчиков, которые оставили свои заявки на поиск. Находите новых клиентов быстро и легко. Перевозка-24 – это ваш личный автодиспетчер в интернете. Всех приветствую. После ремонта сейчас у меня первый рейс в Благовещенск. Прокачусь налегке. Вот одно место погрузки на такой фирме. И в Благовещенске два места выгрузки. Сейчас уже, в принципе, практически загрузился все до ворот. Сейчас они ждут еще маленькую заявку. Там еще, может, мелочи. Несколько коробок, чтобы закинуть. Вот такой вот к ним заезд. В общем, заходил вот так вот по диагонали, сюда заезжал. И у меня тут по полметра от ворот было. Потому что с дороги, ну, такой вот поворот узкий. Прям узкий. Получается, я вот от труб начал заворачивать. Сюда ревку за этот столб загнал. И все, выпрямился и туда протянул. Вроде поместился. Сейчас осталось выехать отсюда и все, и двигаться. Ну, заправиться еще надо. Там Алексей на Якутию у нас первый побежал на перегруз. Вот, может быть, мы на следующей недельке поедем. Сейчас катаемся, все проверим. После простоя. Ну, вот, если все нормально у нас, то будем атаковать Якутию дальше. В общем, все загрузился. Время местное. Полдесятого уже вечера. Немножко дольше грузилича. Ну, да мы сейчас почти полтора часа просто тупо простояли. Ждали еще заявку. В итоге ничего не пришло. И все. Еще уже сами плюнули. Кладовщики сами уже плюнули. Говорят, все, езжай. До утра можно простоять из-за четырех коробочек каких-то. В общем, все. Выскакиваю. Заправляюсь и догоняю Алексея. Долбаные ветки. Леха где-то там километров на 60 впереди меня идет. Думаю, где-нибудь на Коляне с ним словимся. Ну, все, заправились. Почти полные баги. У меня там еще летнее было, литров 200, наверное. Ну, аж размешалось, да, летнее уже выкатать. Ну, все, двигаемся по мосту. Время у нас пол одиннадцатого вечера. Сейчас до Коляна дотянем, а там посмотрим. Спать ложиться. Либо до Наук-Бурейска пробовать ехать. Посмотрим, докуда сил хватит. Все, добрался до кафешки у Коляна. Вот Алексей у нас тут стоит. Сейчас пойдем пообедаем. Стоянка битком. Все битком стою вдоль дороги. Там, где фуры стоят, вот я так же стою. Места нету. Леха еще как-то забурился. Так, сейчас в кафешку. Покушать и на арабанке. Ну, значит, выдвинулись мы с Лехой. Вон, Леха впереди едет. Переночевали у Коляна. На кафешке. Сейчас время местное. 7 утра. В общем, двинулись дальше. До Екатерины-Славкина вместе. Там я налево пойду, а Леха дальше поедет до Якутска. Сейчас пока потихонечку двигаемся. Касальнички разогреть. Вот, по-моему, Вовка нас обогнал. Так, ну что, мы тут где-то в Кархаре, наверное, подъезжаем. На улице минус 24 градуса. Такой легкий морозец. Алексей у нас где-то там сзади. Отстает немножко. В общем, ладно, сейчас мы до Новобурейска доберемся. На стелле остановимся. Там Лехе надо вентилятор отключить. Тут что-то там его заклинило, грудит постоянно. Мотор вообще холодный. Что-то у нас тут немножко потеплело. Температура уже минус 23. На рассвете всегда холодно. Под Пиробиджаном ночевали. Там минус 19, минус 20 было. Потом тронулись. Светать начало и похолодало. Поднем, наверное, где-то градусов 14 должно быть. Езжаем через Бурею. Вот так вот она парит всегда, когда морозы. Вообще ничего не видно. Она не замерзает, потому что там Бурейская ГЭС. Вода постоянно циркулирует оттуда. Еще, наверное, нагревается. Я не знаю, как там эта вся система работает. В общем, ни разу не видел эту речку замерзшей. Такие забереги есть, а сама река постоянно открытая. Так, все, добрались мы до Новобурейска. Сейчас у нас Телли тормознем. Быстренько Леху починим и поедем дальше. Раззавтракать будем в Завитинске. Вернее, в кафешке у Завитинска. Все, быстренько Леху починили. Там буквально даже заснять не успел. Трубку перегнули, там отсоединили. Все. А то у него вентилятор крутится постоянно. Все, сейчас двигаемся дальше до этого. До Завитинска. До кафешки. Так, ну что, у меня тут огорчение небольшое было. Прямо на посту. Прямо вот перед весами, блин, короче, клинануло у меня правое переднее колесо. Тут же махом протектор слетел, блин, с покрышки. Это, попал камень в колодки и размолотил там их. Короче, оторвал пол колодки. Она слетела и заклинила барабан. Ничего это не снимал, так как надо было все это быстро-быстро устранять. Дело. Ну, в общем, снял колесо, снял барабан, снял колодки. Сейчас у меня переднее правое колесо без колодок. Двигаюсь где-то на все, про все где-то, наверное, час-полтора потратил с Алексеем. Ну, Алексей так морально поддерживал. И Владимир там с нами еще, вон они сзади едут. Мы с Вовкой в Благовещенске, оказывается. Чисто работой. Блин, уделался весь, блин, даже переодеться не успел, потому что, ну, как-то, я не знаю. Ну, хотя вот сотрудники ДПС подошли, как бы это говорят, если что-то надо в магазин там съездить, что-то помочь, типа, ну, машину предоставим, поможем вам. Как бы нормальные на этом посту. Мужики работают. Так что, по времени заняло, я говорю, где-то вот, как колесо поменять. Ну, и, соответственно, колесо поменял. Запаска у меня там рулевая, как раз такая же была, как на передке сейчас стоит, эко-хама. Вот. И у меня еще на базе еще одно лежит такое же. Блин, жалко, а то жирное колесо такое было, и все, просто хана ему нахрен. Прям ползун моментальный там. Из-за сраного камешка. Вроде защита стоит, а что, он из защиты вылететь никуда не может. Как туда попал, я даже не знаю. Камень довольно-таки крупный, где-то вот такой вот. Как залетел, хер его знает. Как будто кто-то запихал его туда специально. Ладно, в общем, двигаемся. Все это уже потом починим, поставим, поменяем. Нахожусь в Благе. Вот только-только приехал. Вот так вот. На гараже меня тут сопроводили. Надо было вообще туда заезжать. И там где-то метров 40, наверное, еще до гаража нужно это оборудование. Но я что-то не могу. Там уже телега, у меня уже тот угол в те гаражи упирается, потому что там вон тоже гаражи стоят ряд. Короче, что-то тыркался, тыркался. Не получается. Говорю, ребят, извините, но длина не позволяет. Вот они сейчас выгружают там. Сейчас все из машины выкинут. А потом уже перетаскают в гараж. Чтобы меня быстрее говорят разгрузить и отпустить. А то, может, еще и второго успею сегодня выгрузить. Если второго выгружу, то опять своим родным заезжать не буду. Сразу на выход и в сторону Хабаровска. Потому что до хрена что делать с машиной надо. Надо сейчас накладки купить. Вот это вот правое колесо. Потому что когда тормозишь, ну руль влево тянет. Ну потому что левое колесо тормозит, правое нет. Руля тянет. Поэтому надо сейчас приехать, накладки купить. Наклепать. Резину, наверное, эту пока поставлю. Посмотрим. Карифану съезжу, если у него есть такие. То возьму какое-нибудь одно. Потому что, ну, блин, резину жалко. Мне накладки не жалко, мне, блин, колесо вообще жалко. Прям вот, я говорю, ушел где-то. Километров 70, наверное. 70-60. Перед весами на тормоз нажал и все. Оно как заклинило. И получается протектор. А вон оно висит, сейчас покажу. Махом прям содрало его. Я остановился. Ну, выйти посмотреть. Оно прям вот так вот торчало из-под колеса. Короче, протектор оторвало. Вот. В общем, колесо еще катать. Катать, блин. Обидно, но что делать. Так, ну что, как ни странно, брызговики мои живые на морозе. Да, а то мне там говорили, что у тебя все оторвется. Ну, что, вроде не оторвалось пока. Посмотрим, как в Якутии, когда минус 40, минус 50 будет. Тут тоже жирное колесико еще. Ну, это нормально. Вот то такое же жирное было. Блин, жалко. Ладно, у меня те мои два старых. Я вот одно с собой возил. Ну, если что, его на тот диск перекину, на этом пока покатаюсь. Ну, что, в принципе, нормальное колесо. Можно ездить. Вообще, он может быть 315-й поставлю. Посмотрим. Там колеса мне подошли на тягача задние 8 колес. Правда, это у меня 295-80, а те 8 колес 11-е. Ну, дюймовый размер. 11-22,5. Ну, это совершенно по высоте такие же колеса. Что 295 на 80, что 11-е. Они одинаковые. Ну, а эти что, пойдут на докат. Куда-нибудь на телегу. Тоже еще нормальная резина. На прицеп сойдет. Такие вот дела. Стемнело уже. В общем, все, стою у второго клиента. Тоже такая база. Узенькая. Ну, в принципе, можно крутануться, если б машин не было. Телега так на месте бы развернулась. Но я сюда задом заехал. Вот в такие вот ворота. Вот это все. Это вот максимально, как они открываются. Тоже тут движняк немножко перекрыл. С четвертого раза попал. Скажу честно. Мужики еще помогали фонариком. Тут подсвечивали. Сзади. Вот. Ну, миллиметражи здесь были, блин. Что здесь, что здесь. В общем, всего сейчас свое барахло выгрузят. И поеду я до дома. У родных не буду оставаться на ночевку. Хочется, но колется. Солярка дорогая нынче. Да и холодно уже. Не хочу его завтра поутру угреть, блин. Прогревать опять. Заводиться с утра и нет. Поеду сейчас. До Завитинска или до Нового рейска дотяну. Хотя посмотрим по времени. Может вообще до дому доеду. Вот и все. Можно сказать, рейс наш завершен. Благополучно. Относительно. Выгружаемся. Все, закончил я выгрузку. Летим на выезд. Все, до дому. Благополучно. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Все, добрался до Еврейки Граница на речке Хинган Вчера добрался я до Новобурейска Остановился на Стелле, переночевал Восемь утра, где-то без пятнадцати, восемь тронулся Выспался, отлично Доехал я до Стеллы, где-то было часов одиннадцать вечера Одиннадцать или двенадцать, что-то уже не помню Так, ну вот и добрались мы до Хабаровска Вон он мост у нас Хабаровск на месте Все как обычно Амур уже замерзает Еще местами открыт Так, смотрим наш охранник на месте О, смотрите Убрали, уволился наверное А сейчас в другой будке там дальше посмотрим С этой стороны моста Амур уже схватился А с этой стороны еще Еще нет Так, вот она еще одна будка Сейчас мы тут посмотрим Нету нашего друга Нет и здесь тоже нет Все, походу уволился Надоело ему Все, добрался до базы Все нормально Сейчас Андрюху возьму Надо в магазинчик свозить его Водички набрать Вот, ну и мне надо Щита Документы отдать Катаемся Да Андрюх Передавай привет подписчикам Всем привет Все ничтяк у нас Саня рулит Саня рулит? Да не я, я вон стою на приколе И то снимаешь Нормально Да Вот мои охранники Прикормленные Короче да Все сторожат Да, сторожат конкретно Ночь, ооо, такой пипич если что-то не то Так, ну вот так вот я теперь туда мордой встал Потому что у нас там теперь в будке есть свет Розетка своя И удобнее говыряться Не здесь на виду у всех А там Можно уже темные дела делать Беспалево И вот здесь вот Санек стоит у нас Тоже Закутанный Греется Заряжается Все стоят Якутию ждут У моря погода Ага, не говори Сейчас у нас Лёха первый съездит Расскажет чё как Дай бог чтоб нормально все доедет Да нормально доедет Так, ну что, вчера приехал С рейса Относительно все нормально Вот Значит На запаски Доехал Такой тоже Йокохама Это мои старые Передние колеса были Вот Залетел каким-то образом камешек Хотя стоят Пылезащитники металлические Ну такое ощущение как будто кто-то запихал А не залетел Вот Вот И оторвало две колодки Верхнюю и нижнюю И заклинило Барабан Вот А я шёл где-то 70-60 И протектор у меня сразу прям слетел с колеса Прям махом Вот эта вот вся часть, ну это уже оторвалось Она прям такая вот херня тут оторванная вот так сюда Загнутая была Загнутая была Вот Быстренько там всё это С Вовчиком С Лёхой Снял Поставил Вот Виток Сейчас надо Ну колодки ещё жирные Надо будет получается на правой стороне Колодки поменять И Вот эту вот всю порнографию Вот кабель новый у меня здесь Вот этот шланг Вернее вот эту трубку поменяю Сейчас поеду куплю 15 метров Вот эту потом попозже поменяю Тоже Чтоб вот этих всех фитингов не было Вот Заменю Чтоб в Якутии проблем не было А то В Амурке минус 36 по-моему Зацепил морозец И фитинги зашипели всё это Херобору всё это снимать Вот Ну и ревку пробовать заводить Мотор Оживлять её Замоторивать Единственное там Генератора нету Вот Аккумулятор у меня есть Вот Генератор поставить Два ремня Антифриз там есть Я проверял масло Тоже есть Всё нормально Вот Заведу пока так Здесь Какую-нибудь канистру поставлю Ну хотя просто двигатель завести Если заведётся всё нормально То наверное пока свой бак повешаю Вот Дырку залатаю Тоже эти шланги Протяну Дистоплива Приём Дистоплива Приём и обратка Вот Попробую заведу Если заведётся всё нормально То всё дальше буду обслуживать её А то что до последнего момента Рифер как бы и не нужен был Вот Ну я её выбрал с тем учётом Что как-нибудь потом Её Оживить Сделать Ну а тут что-то работы много По-первых Режимной Поэтому Надо Надо заняться Вот У кого кстати Такая установка Термокинг К Магнуму Вот Подскажите Чё вот здесь должно стоять Вот Здесь вот Может там Фотку мне на почту Скиньте Скриншот посмотреть Чё за штучка Дрючка Вот Ну а так Вроде нормально всё Относительно Неплохо выглядит Да и резину уже пора переобувать Вот Санёк тут В валенках Чё-то там Выглядывает А то уже Ну уже как бы конечно Уже всё Это уже лысая резина А тут ещё Более-менее На заднем мосту А на среднем Лысенькая Лежит у меня Там 10 колёс У Карифана Пока Копеек нету Купить её Вот А то Ну не знаю Может ещё рейсик На Якутию сделаю Заберу Поменяю Колёса Вот На прицепе ещё нормально Побегает Вот эти вот Какие там Повыбираю Ещё на прицепе Докатаю их С тягача В принципе ещё Нормальная резина Ну и на прицепе Тоже будет Накладки тормозные Переклепать Вот Валы посмотреть Если Люфты Ну там есть люфты Там по-любому Ренгоплекты тоже На валах Вот как я на своём прицепе Всё делал На старом Так же всё делать Вот Вот Как бы так Но потом В будущем ещё Здесь будет Полетник И Рундук большой Андрей Ну-ка Скажи подписчикам Почему видосов От тебя нету Блин Ну машинами занимаемся Жизнь Сейчас пока Движуха идёт Не до компьютера Короче Ну интернета Не было Сейчас вот Саня помог Интернет хоть есть Чуть и я тебе помог Да Ну хоть Всему признали Это нормально с интернетом Будет Да Там есть чуть-чуть материал накатанный Скоро будет Скоро всё увидите Много нету чего Ну чуть-чуть есть Да как говорится Ну пока все в движении Движуха Движуха Да идёт Это хорошо когда движуха есть Да Давай Всё сейчас Прокатимся ещё Магазин там Кое-каких запчастей Прикупить Саньку с Андрюхой Ну и мне тут тоже надо Взять Трубку Посмотрю ещё там Может быть сразу Комплект Колодок возьму Хотя нет Пока не буду брать Пока не буду делать Я там у китайцев Заказал Идут мои Эти Клепать Колодки Такие железячки Не знаю как они Называются правильно Потом придут Когда я покажу Сниму их Вот Попробую ими Наклепаю Санёк Передавай привет 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 Подписчикам Привет Жив-здоров Жив-здоров А у меня что Подписчики Есть что ли? Это у вас подписчики Я-то бесподписанный Яду всё равно За тебя спрашивают Где там Санёк Как Санёк Вот Люди хотят тебя видеть Да Когда ты уже бросишь Гиблое дело А Сань Бросишь? Конечно Ну-ка давай пообещай Прямо сейчас на камеру Я это выложу Я обещать ничего не буду Ой куряга Ну что поехали Ну всё протянул шланги Вот значит К дорогу идёт Постоянный воздух Потолще 12 Вот На тормоза 10 Вот Тут немножко с запасом сделал Так намотал Ну мало ли ещё Так где-то тут Где-то здесь Где-то менять буду Здесь что-нибудь Обломается Отломается Чтоб запас был Этих шлангов Ну и всё протяну Соответственно Всё выходит Отсюда Единственное Вот косяк у меня С кабелем питания Вот это вот В оплётке идёт Вот Закосячил Я конечно Неправильно его сделал Немножко Ну ладно Пока так Поездим Посмотрим Вот В общем Воздушные шланги Убрал за вот этот Швеллер Вот Ну и на хомуты На вон ту полосу специальную Мы дырки не делали Нигде В швеллерах Вот просто Саня такую полосу Приварил металлическую И к ней на стяжке Замотал Вот И идёт И идут они вот До сюда Вот они здесь Всё цельные Без фитингов Без ничего Фитингов Вытащил Там Там Короче Стоимость Всех этих Замечательные Всё потом Зачаститься Покраситься Всё потом Поставиться Вот Саня говорит Что даже Четыре с половиной тысячи Дорого Проще вон Заказал Не понял Трубу взять И сделать Так Ну а я сейчас Что Буду Шланг На гидроосилителе Менять Потом Что 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 В основном Работа по сварке Осталась Пока Санёк Здесь Пока не свалил Получается Я На прицепе На рундуке Петли у меня там Оторванные Купил две петли Саня поставит Приварит Да Саня Ты же поставишь Приваришь Ну Санька Посмотрите на его Счастливое лицо Слушай Заебался Раздумал Я то ли сварщик То ли водитель А тебе же там написали Под прошлым видео Что ты этот И водитель И сварщик И подводный сварщик И подводный водитель Да это он Его Андрюха сейчас обрадовал Андрюхе надо еще Рымы сварить Андрюха уже Рымы заказал Сейчас кузнецу Вот Санёк Что то вообще прям Ну сегодня у него по сварке Весь день Он наверное даже и не успеет Сегодня ничего сделать Вот Так что Да По любому не успеешь Еще завтра Ну в общем все Пока стоим Пока варимся Чинимся Делаемся Вот Так что Скоро Скоро увидите Я так не купил Нет Ты не просил Завтра купим Сань съездим В общем все Следите за движением Надеюсь Следующее видео будет С Якутии Слъем Снежной Слъем Слъем Слъем